Привет, YouTube! С вами Серега и сегодня у меня на тесте смарт-часы от компании Bionic. Это WS30. Давайте поподробнее посмотрим на них. Дизайн, ну, наверное, самый простой. Такие себе стандартные электронные часы. Ничем не примечательные. Глянцевое покрытие. Ну, это пластик, это не металл. Ремешок выполнен из мягкой черной резины. Она достаточно удобна и приятна на ощупь и не мешает на руке. Давайте вообще пройдемся по управлению, что здесь где находится. На этом торце находится ход для USB зарядки. Выше это динамик. Ниже отверстие микрофона. Вы уже догадались, наверное, зачем, но обо всем по порядку. Снизу кнопочка сброса, маленькая такая. Может быть, кому-то пригодится, если часы заглючат. И справа кнопка включения питания. С помощью нее мы можем разбудить наши часы. Под экраном расположены три сенсорные кнопки для того, чтобы управлять смарт-часами. Сам экран поддерживает функцию touch, то есть можно ее листать и выбирать все приложения, которые нас интересуют. Как я и говорил раньше, здесь есть порт microUSB, через который заряжается устройство. В принципе, это хороший плюс, потому что все эти уникальные зарядки, которые используются в других смарт-девайсах, очень легко потерять. Они ломаются со временем. И найти им замену не всегда так просто, как, например, стандартному microUSB-шнурку. Что касается времени работы устройства, то, по моим ощущениям, это примерно 7 дней без подзарядки в режиме среднего использования. У меня не было 7 дней. Примерно за 3,5 дня использования батарея села на 50%. Степень защиты в данных часах это IP67, то есть это влага, пыль, песок, но никак не водные процедуры. В душ не ходить, в бассейн не брать, под дождем глянуть который час запросто. Ну а теперь предлагаю более подробно погрузиться в само устройство и узнать, что же все-таки оно умеет и как ним пользоваться. Начнем с первых пунктов меню. Здесь есть синхронизация Bluetooth. Я думаю, что вопросов ни у кого это не вызовет. В принципе, с помощью этого устройства можно совершать звонки. Да, совершенно верно. Дальше у нас есть набиратель номера. Мы просто сюда заходим, набираем нужный нам номер. При размерах экрана, это в принципе с моими толстенькими пальцами, делать это даже удобно. Кстати, звучание идет из динамикой часов, не из динамикой смартфона. То есть смартфон нет смысла даже доставлять из кармана. СМС-сообщение. Можно смотреть отправленные, можно смотреть инбокс. Выглядит это вот таким вот образом. Можно их удалять. На следующем экране у нас находится колл-лог. Здесь вся статистика о ваших звонках, о входящих, исходящих, пропущенных. Чем отличается напоминание от смс? В разделе смс находятся все сообщения, которые есть на вашем смартфоне. А вот в разделе notify, напоминание, здесь находятся только те, которые были получены во время синхронизации устройства. То есть самые последние. Веселая штука этих часов это раздел music, управление музыкой. Давайте запустим. Хитрость в том, что музыка играет с самих смарт-часов. Я не знаю, это классно или нет, но это забавно. Есть возможность переключать композиции вперед-назад и вот регулятор громкости. Еще одна прикольная штука это удаленное управление камерой. Ну этим уже, конечно, никого не удивишь, но тем не менее покажу вам, как это работает. Допустим, вот на нашем смартфоне запущена камера. Выбираем здесь приложение камера, фронтальная камера. И вот, загрузились. Загрузились. Вы видите нашего оператора. И для того, чтобы сейчас сделать снимок, достаточно просто нажать на вот эту левую сенсорную клавишу и будет снимок готов. Проверим. Есть. Причем снимок передается на экран гаджета, что в принципе тоже прикольно. На следующем экране у нас настройки. Настройки здесь можно выбирать язык. Что меня расстроило? Действительно расстроило, это есть русский язык. Но локализация шрифтов для русского языка настолько ужасна, что я предпочитаю использовать английский. Поленились. Может быть, конечно, продукт для внутреннего рынка предназначался. Ну зачем тогда вообще добавлять сюда русский язык? Можно устанавливать будильник, настройки подсветки, о часах. То есть, ну, ничего интересного. Функция анти-лост. Ну, штука достаточно, по-моему, понятная. Когда часы отдаляются от смартфона на определенное расстояние, его можно выбирать. Есть три режима. Близко, средне, далеко. И когда отдаляется, то раздается звуковой сигнал. Power Save это сохранение длительности работы аккумуляторной батареи. У меня оно включено, и при включенном Power Save мы работаем 50% 3,5 дня. То есть, в принципе, неделя 100%. Дальше есть выбор звонков. Есть вибро. Есть три варианта мелодии. Теперь самый, наверное, необычный и функциональный экран с приложениями. Итак, первое, это барометр. Да, вы не ослышались. Это действительно барометр. Что показывает нам барометр? Он показывает давление и температуру. На самом деле, по какому принципу это работает, я не представляю. Особенно, как может не влиять температура человека, который носит этот гаджет на руке, на определение температуры окружающей среды. Но, так или иначе, эти измерения есть. Что интересная, какая функция, я ее не часто встречал вот в таких гаджетах. Это альтометр. Или альтометр, я не знаю, на самом деле, как правильно. Ну, я сказал бы так. Это высотомер. Как я это дело тестил? Все очень просто. Я живу на 15 этаже бетонной коробки. На первом этаже я нажал Reset и поднялся на 15 этаж. Результат был около 38-40 метров. Да, это единицы в метрах. И, как я, собственно, считал точность измерения? Примерно один этаж, это 2,5 метра. То есть, 15 этажей, 15 умножить на 2,5, получается 37,5. То есть, как видите, где-то в пределах нескольких метров есть разница, но достаточно точно. Далее есть шагомер. Он не работает все время. Его нужно запускать. Нажимаю на кнопочку Start. И поехали. Да? О точности измерений. За 15 минут, пока я ехал в общественном транспорте, шагомер мне накинул примерно 200 метров пешей прогулочки. Не совсем точно, конечно, и даже пока я говорил вам эти слова, по версии Smart часов я сделал 19 шагов. Вот такой я вот. Ну, вы же видите только мой верхний шаг. Собственно, если вернуться назад, здесь есть более точная настройка шагов. Возможно, это поможет исправить ситуацию немножко. Последний экран с приложениями. Он позволяет кастомизировать внешний вид. Есть несколько вариантов меню. Вот такой вот. И вот это уже поприятнее. Также есть возможность настроить внешний вид часов. Есть несколько вариантов аналоговых и несколько вариантов диджитал, так сказать, электронного отображения. Если потерялся телефон и гаджет у вас на руке, запросто заходите в Find Phone, нажимаете на кнопочку Play, и ваш телефон начинает говорить I'm here, I'm here. I'm here, I'm here. И последнее наше приложение – это время и дата. Вот такой вот у нас получился интересный гаджет, напичканный всякими функциями. За такую сумму, за которую предлагает производитель этот гаджет, то аналогов, наверное, просто нет. Я бы хотел, конечно, больше какого-то дизайнерского решения, чего-то такого более изящного, интересного. Все-таки для меня важен, как выглядит гаджет. Для людей, которые ведут активный образ жизни, особо там, ну, непривередливы каким-то дизайнерским штукам и в первую очередь ценят функционал, то это реально классный подарок. Это классная игрушка, классный подарок. И невзирая на все там какие-то мелкие недостатки, недоработки, интересно смотреть на вот такие гаджеты нового поколения, новой категории. И я думаю, что разработчик поддерживает еще разработку нового программного обеспечения. Все это будет допиливаться, дорабатываться, работать более точно, измерять лучше и дарить радость своему обладателю. Поэтому you are welcome, как говорится. Заходите на сайт, заказывайте, покупайте. Реально прикольная штука. Ну, а на этом все. С вами был Серега. Я надеюсь, вам было интересно. Я рассказал вам максимум, что мог знать об этих смарт-часах. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. А в комментариях напишите, какие гаджеты используете вы для того, чтобы отслеживать свою активность либо же какие-то, ну, не совсем обычные штуки типа смартфона, планшета, что-нибудь оригинальное. Что есть у вас?